Сегодня у нас в гостях певец и актёр Глеб Матвейчук, у которого тоже были мистические истории. Как рассказывает моя мама, когда она училась в школе, одна цыганка решила погадать моей маме, и она нагадала очень много всяких событий, которые действительно произошли с ней. Но и сделала очень странный прогноз по поводу меня. Часть предсказания я могу рассказать, так как, по моему мнению, оно уже произошло со мной. А цыганка сказала моей маме так, твой сын будет висеть на кресте 61 раз. Вот. И, ну, как бы моя мама очень испугалась, ну, та женщина успокоилась, сказала, там нет никакого насилия, я не вижу ничего такого страшного, скорее всего, это связано с кино. И в 2008 году меня пригласили на главную роль спектакль «Исус. Суперзвезда». И я сыграл ровно 62 спектакля. Причем на одном... 62 раза? Да. Не, предсказали 61. На одном из спектаклей крест, на котором должен был быть я, он по техническим причинам не опустился. То есть, и мне мама рассказала эту историю буквально этим летом, когда я уже ушел из театра. Причем, что самое интересное, работа в этом спектакле, она сопровождалась постоянными какими-то полумистическими совпадениями. То есть, микрофоны постоянно вырубались, сценическая фура отказывалась работать. Чем больше я как бы играл этот спектакль, тем больше я боялся сцены в Гефсманском саду. Потому что я пару раз реально терял сознание. Вот такая вот мистическая история была, на самом деле, реальная. Да, удивительная история. Ну что ж, будем слушать вашу песню. Да, но я хотел бы исполнить сегодня, наверное, самый мистический русский романс «Гори, горе, моя звезда». По сути, это древняя оберег заклинания. Ну давайте послушаем вашу звезду. Гори, гори, моя звезда, звезда любви приветная. Ты у меня одна советная, другой не будет никогда. Ты у меня одна советная, другой не будет никогда. Лучей твоих неясной силою. Вся жизнь моя озарена. Уброй я, ты над могилою. Гори, сияй, моя звезда. Уброй я, ты над могилою. Гори, сияй, моя звезда. Гори, сияй, моя звезда.